Здравствуйте! В эфире ЛРТ программа «Итоги недели» в студии Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Ходили грязь, топтали, а сейчас по дорожкам ходим. Как бы всё вообще прилично сделано. Благоустройство Малаховского озера завершено. Как преобразился живописный водоём, узнавал наш корреспондент. Он предусматривает объединение участников образовательного процесса. Педагогический дебют 2020 состоялся в Москве. Как проходил конкурс в репортаже моих коллег. Мальчик должен защищать девочек, мам, бабушек и своих близких. Люберецкий спортсмен привёз домой новые награды. Какие именно, расскажем в ближайшее время. Друзья у меня, о-о-о, многом-премного, более сотни. Пока всех обойдёшь, со всеми переговоришь. На прошедшей неделе свой день рождения отметил главный волшебник страны Дед Мороз. В гостях у именинника побывали и мы. А теперь подробнее об этих и других новостях. В Люберцах прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомства отчитались главе округа о проделанной работе. Итоги прошедшей недели в репортаже моих коллег. За последние семь дней жители округа обратились в полицию 1600 раз. По 28 заявлениям возбуждены уголовные дела. 24 из них стражи правопорядка раскрыли по горячим следам. Не обошлось на прошлой неделе и без происшествий на дорогах. Было 196 ДТП. Из них 4 пострадавших. Это один результат со смертельным исходом. За прошедшую неделю по сигналу тревоги огнеборцы Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона выезжали 33 раза. Пожарные ликвидировали 3 возгорания. Один пожар произошел в жилом секторе, в квартире. В результате пожара пострадавших нет. И второй пожар произошел на стройб площадке. Также в результате пожара пострадавших нет. Третий пожар произошел на территории городского округа Держинский. В частном гараже также в результате пожара пострадавших нет. Для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, в округе проводят дезинфекцию подъездов жилых домов. По всем обращениям жителей, связанным с обработкой мест общего пользования, управление ЖКХ округа проводит проверки. С 9 по 15 ноября поступило 55 обращений, все отработаны. Для информирования жителей в подъездах МКД на сайтах управляющих организаций ТСЖ, ЖСК и на сайтах администрации округа размещены графики проведения работ. На оперативном совещании обсудили обращения жителей и работу по исполнению поручений главы округа. Убрана территория в Люберцах, улица Южная, 20. В поселке Октябрьский доведен порядок на улице Ленина, 14. Перенесено опоро освещения в поселке Красково, улица 2-я Заводская, 1. Проведен ремонт асфальтового покрытия в Люберцах, улица Черемик, не 10. Минувшая неделя была богата на спортивные события. Люберецкие боксеры завоевали призовые места на Кубке дружбы в Тверской области. Наши спортсмены получили награды на открытом турнире по художественной гимнастике и на фестивале боевых искусств во Дворце спорта «Триумф». Александр Колганов, Сергей Гвоздев и Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации округа прошло первое пленарное заседание общественной палаты 4-го созыва. В режиме онлайн-конференции участники выбрали руководящий состав и утвердили структуру палаты. В состав общественной палаты Люберецкого округа вошли 45 человек, 19 из них новые члены. В первом заседании 4-го созыва палаты принял участие Владимир Ружицкий. Общественная палата – некий арбитр между администрацией и жителей. Я думаю, что общими усилиями мы день за днём будем нашу территорию, я такие слова употребляю, родной Люберецкий край делать просто лучше, краше, чище, обустроеннее. У нас для этого практически всё есть. Председателем общественной палаты стал действующий руководитель Пётр Ульянов. Пост заместителя председателя занял Андрей Шестаков. Ответственным секретарём избрали Елену Кончелли. Все кандидатуры утвердили единогласно. Мы сформировали перечень комиссий, которые отражают все проблемные моменты, которые есть в нашем городе. Исходя из тех предложений, с которыми придут в эти комиссии члены общественной палаты, будет сформирован общий план. Разумеется, это будет плановая работа, работа по проблематикам, которые есть, с которыми обращаются жители. В новом созыве будут работать 15 профильных комиссий. Их председатели, члены организации выберут на ближайших заседаниях общественной палаты. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Какие проекты реализованы в округе и каковы дальнейшие планы по развитию муниципалитета? На основе мониторинга общественной палаты Люберец созданы информационные буклеты с ответами на эти вопросы. На днях тематические брошюры раздавали у крупных торговых центров. Вместе с информационным материалом волонтеры вручали прохожим медицинские маски. Каждый, кто получил брошюру, смог записать на отрывном талоне свои предложения и советы по улучшению жизни в конкретном доме или микрорайоне. Пожелание можно было отдать волонтеру, либо опустить в специальные ящики, установленные в МФЦ. Самые насущные проблемы жителей новый состав общественной палаты включит в перечень первоочередных задач. Более 10 лет в Люберцах работает компания, которая поставляет все виды технических изделий из резины и асбеста, а также полимеров для промышленного производства. Она обладает самым богатым ассортиментом на рынке Москвы и Московской области. С работой предприятия и его сотрудниками познакомилась наша съемочная группа. Более 8 тысяч наименований различных технических изделий. Эта продукция предназначена практически для всех отраслей промышленности. От химической и энергетической до нефтегазоперерабатывающей. Товар поступает сюда в основном с российских заводов. Небольшая часть из Индии и Китая. Даже трудно сказать, кто не покупает наши изделия, потому что практически во всех регионах России есть оптовые покупатели наши, ну а также розничные. К розничным мы, про розничных покупателей мы говорим не только физические лица, но и предприятия, которые покупают в небольших количествах изделия. Вот эти пластины для дорожной техники сейчас востребованы как никогда. Они необходимы для работы снегоуборочных машин. Она крепится на скребок, чтобы не повреждала, не повредила дорожную поверхность. В наличии у нас запасы от 3-х и 4-х месячной нормы. У предприятия свой колл-центр, отдел закупок и служба доставки. Всего в компании работает около 130 человек. В основном это жители городского округа Люберцы. В эти непростые времена предприятие на плаву, оно не уменьшает объемы, не занимается сокращением людей. Поэтому очень важно подобное предприятие поддерживать, потому что это рабочие места, это доходы наших жителей. Во время первой волны коронавируса предприятие свою работу не останавливало. Продукция, которую реализуют, здесь нужна всегда. Сейчас из-за эпидемии 20% сотрудников перевели на удаленный режим. Луиза Игазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Не работает, забыл, не включил. Такие ответы слышали инспекторы ГИБДД в ходе рейда «Тахограф». Полицейские останавливали грузовые автомобили и проверяли работу контрольного устройства. В рейде с инспекторами побывали и мои коллеги. Водительское удостоверение, страховка и чек от «Тахографа» – перечень документов, который в первую очередь интересовал инспекторов ГИБДД. Если с первыми двумя проблем не возникало, то информацию от контрольного устройства тщательно проверяли. Выехал он в 6.29, в данный момент 10 там с небольшим, соответственно, время труда и отдыха он не нарушен. Инспекторы говорят, водители на автомобилях, принадлежащих юридическим лицам, нарушают гораздо реже. Контроль в организациях строже, ответственность выше. У нас механика каждый раз проверяет, поэтому проблем нет. Водителю этого грузовика пришлось задержаться для составления протокола. В его машине установлен тахограф старого образца. Он не отображает координаты местоположения автомобиля, а это уже нарушение. Ну вот, считают, что негодный вот этот тахограф со шайбой. Надо электронный или купить? Мы будем стараться менять, купить или в металлолом сдавать машину. Наличие тахографа в грузовых автомобилях в нашей стране стало обязательным с 2014 года. За его отсутствие или некорректную работу установлен штраф. Водителю от 3 до 5 тысяч, должностному лицу от 7 до 10 тысяч рублей. Основная задача тахографа – обеспечение безопасности дорожного движения. Небольшое устройство регистрирует скорость, с которой ехал автомобиль, и время в пути. Нередко именно усталость водителя от переработки приводит к трагическим последствиям на дороге. С начала текущего года на территории Московской области зарегистрировано более 800 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей грузового и пассажирского автотранспорта. Во всех этих дорожно-транспортных происшествиях пострадали люди. В каждом третьем дорожно-транспортном происшествии с участием водителей груза пассажирского транспорта усматривается нарушение правил труда и отдыха водителей. В ходе рейда было составлено три протокола. Теперь водителям придется заплатить административный штраф и устранить нарушения. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Коммунальные службы продолжают устранять последствия ледяного дождя. Минувшие ночи подрядные организации обработали противогололедными материалами более 250 километров дорог в городском округе Люберцы. Коммунальные службы продолжают бороться с непогодой. Подрядные организации обработали противогололедными материалами более 250 километров дорог в городском округе Люберцы, А также обработано более 70 километров тротуаров и пешеходных дорожек. В ближайшие дни на территории московского региона будет идти мокрый снег. Ветер усилится. На дорогах местами, возможно, гололедится. В микрорайоне МЭС поселка Малаховка успешно запустили в работу новую модульную котельную. Ее мощность позволит полностью обеспечить теплом более 60 многоквартирных домов, а также школы и детские сады. Работу новой котельной оценили и мы. Тепло в многоквартирные дома микрорайона МЭС поступило вовремя и в полном объеме. В начале ноября специалисты Люберецкой теплосети завершили пусконаладочные работы в новой котельной и успешно дали старт отопительному сезону. Перед снабжающей организацией стояла непростая задача – обеспечить теплом весь микрорайон. На сегодняшний день вот эта котельная, у нее мощность 12,6 мегаватт, что составляет 10,8 в гикокалориях в час. При соединенной мощности 19,6, то сегодня в совокупности котельная новая и старая котельная составляет 26 гикокалорий в час. То есть мы как бы поставлены задачей и справились. Тепловую систему двух котельных закольцевали в единую сеть. Это позволит даже в летний период во время ремонтно-профилактических работ не отключать горячую воду в квартирах. Котельная отвечает всем современным требованиям безопасности. Внутри установлены газоанализаторы. В случае утечки газа поступит сигнал на блок управления и подача топлива будет сразу прекращена. В новой котельной работают три автоматических котла. С датчика, установленного на улице, информация поступает на блок управления. Если параметры, заданные компьютером, изменились, например, на улице потеплело или расход горячей воды уменьшился, то один или сразу два котла отключаются. Работа котельной контролируется удаленно. Оператор на мониторе компьютера видит схему трубопроводов, следит за температурой в котлах и расходом воды. В случае неисправности система подаст сигнал. Если, допустим, моргнул свет, то эта картинка вся гаснет. Свет включился, всё загорается, насос автоматически начинает запускаться, так же и котлы начинают запускаться. Новая котельная обеспечит теплом квартиры малаховчан, даже если на улице ударят сильные морозы. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Место для пикника, смотровые и детские игровые площадки. В посёлке Малаховка завершён второй этап по благоустройству зоны отдыха Малаховское озеро. Местные жители уже оценили изменения. По новым тропинкам прогулялась и наша съёмочная группа. Ходили грязь, топтали, а сейчас по дорожкам ходим. Всё вообще прилично сделано. В новом парке жительница Малаховки Валентина Воронкова гуляет каждый день. Говорит, не ожидала, что в посёлке будет свой маленький уголок Европы. Поэтому не упускает возможности показать парк своим гостям. Я не отсюда, поэтому там, где я живу, в Тверской области, у меня там парк, ну вообще, не сравнить. Вот здесь просто шикарно. Много лавочек и освещения при этом много. Да, прям ночью, когда выходишь, очень светло, хорошо, прям плюс вот сам мост потом. Когда сделали вот этот мост, это просто невероятно. Работы по благоустройству делились около года. И там, где раньше можно было пройти в резиновых сапогах, теперь можно гулять в туфлях. Есть места для активного отдыха детей и взрослых, а со смотровых площадок удобно любоваться озером или кормить уток. Мы ставим задачу закольцевать тропиночную сеть вокруг озера в сторону, будем говорить, удельной. Мы там должны сделать мостик через реку Македонка. И это озеро будет такая прогулочная зона и пешком, и на велосипеде, и маме с колясками. Работы по очистке озера продолжатся в следующем году. Любые изменения в проекте согласовывают с местными жителями. Подобные зоны отдыха построят и в других посёлках городского округа. Григорий Ворванин, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Экологический проект «Детки кремлёвской ёлки» добрался и до Люберец. Волонтёры и общественники высадили 15 саженцев необычных елей. Дело в том, что их семена собраны с главной новогодней красавицы. В каком сквере разбили аллею, которая уже получила неофициальное название «Новогодняя» в нашем следующем сюжете. Три года саженцы бережно выращивали в питомнике, а семена взяли от главной новогодней ёлки страны. Возле неё дети и взрослые встречали 2017 год, который в нашей стране был объявлен годом экологии. Семена отбираются и выращиваются в отдельном помещении, а потом высаживаются в грунт, чтобы мы потом могли посадить их у себя в городах. Семена отбираются самые лучшие, самые здоровые, чтобы уже прижились чётко, чтобы мы радовались этим елем. Технология посадки ёлки ничем не отличается от высадки деревьев. Разве что почва для хвойных нужна особая, кислая. Поэтому в землю добавили специальный грунт с необходимым набором удобрений. С момента старта проекта саженцы ели уже высадили во многих городах нашей страны. Теперь и в Люберцах есть своя аллея. Её разбили у памятника героям революции 1905 года. Грамотно их посадим и впоследствии обещаем контроль и уход за этими новыми гостями в нашем округе. Сейчас высота маленьких ёлочек около 50 сантиметров. Специалисты говорят, кремлёвская ёлка растёт очень быстро. И уже через несколько лет эти детки станут большими. Григорий Ворванин, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Запланировали, сделали. В парке Наташинские пруды завершились работы по обновлению. Реновация, намеченная на 2020 год, закончилась возведением амфитеатра. Новое место притяжения посетителей парка оценил глава округа Владимир Ружицкий. Теперь фраза «встретимся в середине парка» более чётко выражена. Законченный образ сердцу парка придал вот этот амфитеатр на 100 посадочных мест. Композицию удобного пространства для встреч дополнили просторную площадь с новой плиткой, лавочки и освещение. Мы будем проводить здесь, особенно в летний период, различные мероприятия с приглашением и артистов, и нашей такой самодеятельности. Мы можем заниматься самыми разнообразными видами и искусства, и отдыха. Строительство зрительного зала под открытым небом и благоустройство территории вокруг стали финальным аккордом в реновации Наташинских прудов. Для посетителей уже работает колесо обозрения, новая детская площадка и вейк-парк. В июне была запущена скважина для поднятия уровня воды в прудах. Это позволит сохранить уникальные водоёмы. Преображение оценил и общественный совет парка. Смотрите, сколько простора, какие штрихи к портрету города добавлены. Узнаваемость высокая у парка. Уже без подписи можно понимать, что это Наташинские пруды. Я думаю, благодаря вот таким проектам, таким особенностям создаются лица парков. Общественные советы парков начали свою работу в октябре. В них вошли люберчане, посетители зон отдыха. Основная задача организаций – вовлечение жителей в развитие и содержание мест отдыха. Все мнения горожан советы будут формировать и предлагать руководству парков. Люди должны участвовать в тех процессах, которые проходят в парке. И благоустройство, удобство. Очень много моментов мы уже с общественным советом обходили, видели проблемы определенные, над которыми необходимо работать. В числе ближайших задач – повысить комфорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. Отправить комментарии, предложения или пожелания по работе парка может любой житель округа. Ссылку на телеграм-канал общественного совета парка можно найти на центральном входе в Наташинские пруды. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. С 17 ноября во всем мире отмечали Международный день недоношенных детей. Его учредили в 2009 году, чтобы повысить осведомленность о преждевременных родах и привлечь внимание к проблемам недоношенных детей и их семей. О малышах, которые спешат появиться на свет и о людях, которые помогают им выжить. Наш следующий сюжет. «Уронили. Оторвали. Мишки. Все равно его. Потому что он. Овощ». Если бы Варвара не появилась на свет раньше времени, она бы готовилась к своему третьему дню рождения сейчас. По срокам девочка должна была родиться в ноябре 2017 года. Но 1 сентября у ее мамы Александры неожиданно отошли воды. «Четыре дня я лежала на сохранении. Врачи боролись за жизнь. 5 сентября в 10.48 меня кисарили. Серегина, Анна Валентинна. Огромная ей благодарность». Вес чуть больше полутора килограммов, рост 43 сантиметра. Ребенок в тяжелом состоянии поступил в реанимацию, а затем в неонатальное отделение. После рождения маленькая Варя провела в больнице почти два месяца. Но и после выписки первый год своей жизни находилась под наблюдением врачей. «Она все выдержала, она смогла. Вообще она у нас боец по жизни, в принципе». Случай Варвары далеко не единичный. Количество преждевременных родов увеличивается с каждым годом. В одном только Люберецком роддоме за 10 месяцев 2020-го около 400 малышей попали в реанимацию сразу после рождения. 70% этих детей недоношенные. «Мы выхаживаем глубоко недоношенных детей. Это дети с экстремальной низкой массой тела. Чем меньше срок, тем ребенку тяжелее выходить. Чем больше он требует и вложений, сил моральных, и маминых, и наших тоже. Самый ранний у нас в родильном доме – это 24 недели гистации. Только за последние три недели прошло. Три таких случая живы и находятся в отделении реанимации второго этапа и выхаживаются». В настоящее время в отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных Московского областного центра охраны материнства и детства находятся четыре малыша – два мальчика и две девочки. Врачей-неонатологов родителей недоношенных детей без преувеличения называют ангелами-хранителями. Каждый год 17 ноября сотрудники Люберецкого роддома проводят встречу со своими особенными пациентами. Этот праздник они называют ласково – Днем маленьких детей. Всемирный день врача-педиатра и ребенка. Два праздника объединены одной датой – 20 ноября. Именно в этот день в 1959 году Генеральная ассамблея ООН приняла декларацию прав ребенка. Наша съемочная группа познакомилась с людьми, которые стоят на страже детского здоровья. Своих маленьких пациентов Эльмира Рыскулова знает по именам. За здоровьем Матвея доктор следит с первых дней его жизни. На этот раз мальчика ничто не беспокоит. Пришла пора делать плановую прививку. Педиатр – он непосредственный друг, товарищи, спутник мамы и, соответственно, родители. Педиатрия заняла основное место в ее жизни. Эта сфера требует максимум сил и терпения. Но, по словам доктора, это того стоит. За 25 лет на руках Эльмиры Рыскуловой выросло несколько поколений. Если я посмотрела ребенка, и я убедилась, что все хорошо, я лечу, и я вижу результат, вот от этого я получаю удовольствие. С ними очень приятно работать, как родные они мне. Люберецкий округ славится большой и профессиональной армией врачей-педиатров. Две поликлиники и консультативно-диагностический центр объединяет около ста квалифицированных специалистов. Это не только участковые педиатры, но и врачи узких направленностей. Как и все люди в белых халатах, сейчас они переживают нелегкие времена. Кроме того, что мы каждый день занимаемся приемом детей, наши врачи еще работают и в области телемедицины. Ежедневно с 8 до 8 часов вечера отвечают на вопросы в видеорежиме пациентов из разных регионов. Создана бригада ковид. В эту бригаду входит врач, в эту бригаду входят две медицинские сестры. Эта бригада занимается забором мазков на ковид и наблюдением пациентов. Контактных, а вы знаете, они ходят в школу. Пришел один педагог, заболел, к сожалению, такое бывает. И 28 контактных. И кто из них как поведет себя в ответ на это, никто не знает. За последние годы педиатрическая служба городского округа Люберцы сделала шаг вперед. В двух поликлиниках Московского областного центра охраны материнства и детства прикреплены более 20 тысяч детей. А консультативно-диагностический центр обслуживает 176 тысяч человек. Это современно отремонтированный и оснащенный необходимым оборудованием медицинские комплексы. В 2017 году здесь стартовал первый в столичном регионе проект «Бережливая поликлиника». Уровень заболеваемости среди школьников и воспитанников детских садов городского округа Люберцы не превышает обычные сезонные показатели. Напомню, с 1 сентября в учреждениях образования усилили меры эпидемической безопасности. В школах и детских садах введен режим термометрии, проводится санитарная обработка помещений. Учителя, сотрудники пищеблоков и охраны работают, используя средства индивидуальной защиты. Для разделения потока учащихся в люберецких школах изменили время начала занятий, а также приостановили массовые мероприятия. Мы констатируем то, что каждый день появляется в каждом образовательном организации проблема определенная, которую нужно оперативно решать. И связано это с тем, что либо заболевают дети, непосредственно коронавирусную инфекцию находят у них, либо у педагогов. На сегодняшнюю дату в детских садах у нас закрыты на изоляцию 5 групп, это порядка 154 детей. Что касается школ, то это всего 4 школы, в которых классы не полностью закрыты, а классы закрыты также на изоляцию, но образовательный процесс продолжается. По словам Виктории Бунтиной, на дистанционном обучении сейчас более 120 школьников. Переводить на такую систему все общеобразовательные учреждения не планируют. Школу закроют на карантин, если уровень заболеваемости среди учащихся и сотрудников достигает 30%. Но таких случаев в Люберцах пока не зафиксировано. Четыре люберецкие школы получили новое цифровое оборудование. Учебные заведения стали площадками для проведения эксперимента по внедрению современной цифровой образовательной среды. 1 сентября он стартовал в регионах России. В рамках национального проекта образования, планшеты для обучающихся и мультимедийное оборудование для учебных кабинетов получили четыре люберецкие школы. Четвертая, шестая, девятая и пятьдесят четвертая. С помощью современной техники удастся еще качественнее организовать учебный процесс, в том числе и в дистанционной форме. Оснащение образовательных учреждений городского округа современной компьютерной техникой продолжится и в следующем году. В Короскове провели заседание рабочей группы по вопросам строительства школы. В ее состав вошли активные жители, представители совета депутатов администрации городского округа Люберцы, а также компании-застройщика. Участники встречи рассмотрели локации, которые предложили жители для строительства в поселке школы на 700 мест. Подробности далее. Точка сбора – гаражный кооператив «Силикат». Это одна из территорий, где жители поселка предлагают построить школу. Привлекла шаговая доступность от ЖК Новокроскова. Но воплотить эту идею в жизнь невозможно. Слишком много препятствий. Инженерные коммуникации – это санитарный разрыв железной дороги. Это порядка двухсот все-таки собственников. И самый основной момент – очень маленький земельный участок. Такая же ситуация через дорогу. На территории производственной площадки, которую также попросили рассмотреть жители, недостаточно места для размещения школы. К тому же она обременена санитарными зонами. Далее по маршруту улица КСЗ. По мнению Красковчан, строительство можно начать на месте двух малоэтажных домов. К сожалению, здесь идет магистральный газопровод по участку. Участок очень маленький, опять же нормативно. Его нельзя сформировать. Также в качестве альтернативы – бывшая автошкола и участок земли рядом с малым Красковским карьером. Члены инициативной группы рассмотрели и эти варианты. Но минусов в них оказалось больше, чем плюсов. Многие предложенные варианты, они крайне опасны для детей. Мне, честно говоря, очень нравится лесной участок. Я считаю, что это крайне интересный проект, который мог бы дать пример другим. У меня через три месяца появится ребенок. И вот, конечно, очень хочется озаботиться о его будущем. Во время такой совместной прогулки у жителей появились новые предложения. Администрация округа и представители компаний-застройщиков взяли их в работу. Они предложили посмотреть промзону в нейстрома и по поводу 55-школы провести реконструкцию путем пристройки. Жителям был задан ряд вопросов, соответственно, которые мы подготовимся, подготовим документы, ответы. И к следующей встрече уже будем готовы более детально пообщаться, предоставить необходимый материал, который они запросили. Напомню, строительство школы на 700 мест – часть инвестиционного проекта ЖК Новокроскова. В настоящее время подобрано единственное место, которое размещено в шаговой доступности от жилого комплекса и соответствует требованиям СанПИН для размещения объекта образования. Но спортивная зона частично затрагивает земельный участок Государственного лесного фонда. После завершения строительства на этой территории высадят компенсационные деревья, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Таким образом, школьники будут получать знания и дышать полезным лесным воздухом. А жители поселка – гулять с комфортом. Луиза Игия Зарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Заслуженная победа. В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2020». С одним из лауреатов конкурса пообщался наш корреспондент Александр Колганов. Лисицына Ирина Ивановна, Московская область. Испытания для участников всероссийского конкурса «Педагогический дебют-2020» начались еще в декабре прошлого года. Более тысячи педагогов из 70 регионов страны, два этапа соревнований и девять лауреатов в номинации «Молодые» руководители дошкольных образовательных учреждений. Среди них заместитель заведующей Люберецким детским садом «Самолетик». Для конкурса Ирина Лисицына разработала проект «Люберецкое небо». «Это проект по нравственно-патриотическому воспитанию, который направлен на работу дошкольной образовательной организации, которая находится в микрорайоне «Новостроек». Он предусматривает объединение участников образовательного процесса, учащихся в школах, педагогах, средств массовой информации, музеев и работу, конечно же, авиационных предприятий, которые находятся на территории нашего городского округа». Жизнь Ирины с авиацией связана прочно. Ее отец – военный летчик-инструктор. Муж – пилот транспортной авиакомпании, бывший военнослужащий. Ирина говорит, что имя ее проекта определено самой судьбой. Впрочем, как и название детского сада, в котором она трудится. «Наш сад функционирует уже три года. Ирина Ивановна работает практически с самого начала. Ирина Ивановна для нас тот человек, тот руководитель, к которому можно прийти, высказать свою точку мнения. Ее услышат обязательно. Она для нас является ярким примером лидерских качеств и профессионального мастерства». В минуты отдыха от домашних хлопот и забот на работе Ирина пишет вот такие картины. Занятие живописью вдохновляет ее, дает силы и энергию для осуществления задуманного. В числе ближайших задач – реализация ее проекта «Люберецкое небо». Копилка спортивных достижений «Люберец» пополнилась новой наградой. На первенстве страны каратист Егор Сафонов занял первое место сразу в трех категориях. У спортивного клуба «Будо Искра», в котором проходят тренировки по каратэдо «Ситорю», богатая история. Его воспитанники – многократные призеры и победители российских и зарубежных чемпионатов. О том, как спорт воспитывает из мальчиков настоящих мужчин, узнавал наш корреспондент. С каратэдо Егор Сафонов познакомился в четыре года. Сейчас ему 19, и с этим видом спорта он решил связать свою карьеру. Будущий тренер, студент Малаховской академии физической культуры, уверен, что занятия японским боевым искусством укрепляют силу духа. Мальчик должен защищать девочек, мам, бабушек и своих близких. И, в принципе, с этими словами всегда шел с детства и до сих пор так думаю. Это путь жизни, делай всей жизнью. То есть философия в каратэ только такая – это дорога всей твоей жизни. Много историй, что люди доходили до мастерства и потом специально надевали белый пояс, чтобы опять же эту дорогу пройти. Егор планирует тренировать начинающих каратистов в стенах родного клуба. Занятия в Будо «Искра» проходят с 91-го года. За 30 лет юные спортсмены успели побывать в США, Японии, ЮАР и во многих странах Европы. Каратэ в то время что только зарождалось, мы стояли у истоков каратэ. Ну а когда сделали это возможным, то, конечно, хорошее создали, как сказать, пиар такой этому виду. И были и видеофильмы, значит, Акнорис, Брюс Ли, вот эти. То есть они очень здорово подогрели интерес молодежи к этому виду. В клубе «Будо «Искра» занимаются более 70 детей. Самым юным спортсменам три года. В декабре воспитанники школы примут участие во всероссийских соревнованиях по каратэ-до-ситарю. Александр Колганов, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. Дед Мороз принимает поздравления. По легенде, 18 ноября вступает в права суровая русская зима. На родине новогоднего сказочника в Великом Устюге ударяют первые морозы. Поэтому именно в этот день знаменитого деда можно поздравить с новолетием. Мой коллега Григорий Ворванин побывал в московской усадьбе Деда Мороза и узнал, чем сказочный волшебник занимается летом. Да ж мой дорогой дедусечка, а я ж тебе зачем звоню? А я ж зачем, как елка новогодняя нарядилась? А чтоб дедушечку своего поздравить с днём рождения! Ой, спасибо тебе! Баба-яга злая только в сказках, а со своими обычно приветливая. Деда Мороза с днём рождения поздравила одна из первых. Сюжеродственники, хоть и дальние. Но даже коварная ворожея не знает возраст сказочного волшебника. По одной версии ему всего-то 80 лет, по другой перевалила за 150. По сказочным меркам возраст почтенный, но в душе дедушка-ребёнок не упустит возможности побаловаться. «Ёлка, ёлочка, лети! Ой, красавица моя! Вот, 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 вот! Вот, 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 вот! Ну, говорите, замри, скажу! Ёлка, замри! Молодец! Даже в свой день рождения Дед Мороз остаётся на сказочном посту. Именинник проснулся рано, чтобы успеть побольше сотворить волшебства. Много не спит даже летом. И в жару дело не в проворот. То подарки подготовить надо, то на письма ответить. А как только появляется свободная минута, сразу едет в гости. Это он любит. Друзей у меня много-премного, более сотни. Пока всех обойдёшь, со всеми переговоришь. Но тут никакого времени не хватит. Поэтому надо всё заранее выстраивать. Для этого у меня есть дневничок. Поэтому я со всеми связываюсь и держу постоянно контакт. Живёт столичный Дед Мороз в уютном тереме. Здесь есть всё необходимое для жизни круглый год. Просторный холл, кабинет, он же зал для приёма гостей. Есть в тереме и спальня. Дизайн проекта почивальни хозяин терема создал сам. Дед Мороз любит не только дарить подарки, но и поспать. Именно поэтому у него в спальне сразу семь подушек. Маленькая на понедельник, далее вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Самая мягкая на воскресенье. Но интересное скрывает покрывало. Здесь хранятся настоящие ландыши. Они пролежат здесь до весны. В усадьбе есть своя почта, где долгие годы хранятся письма. Ежегодно на почту Деду Морозу приходит больше 30 тысяч посланий. В каждом чья-то сокровенная мечта или заветное желание. Как-то раз пришло письмо, 47 пунктов там было целых. Ну, мы же всегда говорим, ребята, желание должно быть одно, самое-самое заветное. Но сейчас, конечно, чаще всего просят и мира во всём мире, и здоровья родным и близким. Взрослые пишут часто, финансового благополучия желают. Ну, а ребятки, конечно, там то собаку, то айфон. Есть желание и у Деда Мороза. Одно, самое заветное. Его он каждый год загадывает в свой день рождения. Самая главная мечта Дедушки Мороза – чтобы все были здоровы, чтобы все были радостны. А вот работать на удалёнке Дед Мороз не собирается. В новогоднюю ночь, как и всегда, придёт в каждый дом и обязательно оставит подарки под ёлкой. И, как обычно, сделает это незаметно. Григорий Ворованин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 21 ноября – Всемирный день телевидения. Этот праздник имеет отношение не только к работникам ТВ-индустрии, но и к тем, кто не представляет своей жизни без любимых телефильмов и программ. Но остались ли в поглощённом интернетом мире такие люди? И кто в итоге победит – телевидение или Всемирная паутина? Это выясняла моя коллега Луиза Егезарян. Мне, конечно, ближе интернет. Я предпочитаю телевидение. Так и живут. Супруги Седько зачастую сидят в разных комнатах, чтобы не мешать друг другу проводить домашний досуг. Эрнест – любитель переключать кнопки на пульте телевизора. Ольга – листать смартфон в поисках интересных видео. В интернете есть всё. Любую передачу, программу, всё можно пересмотреть. И ты по времени, получается, не привязан. Захотел – посмотрел, захотел – на паузу поставил. Мультики мы тоже в интернете смотрим. На планшете, соответственно, на телефоне. Поэтому для меня интернет – это всё. В телевидении чем хорошо, то, что тут не надо заморачиваться, искать. А в интернете надо больше уделять поиску того, что ты хочешь посмотреть. Пока ты смотришь, у тебя уже время не уходит. Мне, например, удобнее. И поэтому я люблю больше просто телевидение, чем интернет. И нам такой старовер ещё. Интернет становится популярнее с каждым годом. И если раньше у него была преимущественно молодая аудитория, то сегодня люди старшего поколения с удовольствием бороздят просторы всемирной паутины. Я себя чувствую хоть какой-то хозяйкой. Выбираю то, что мне нравится. А телевидение – то, что мне навязывают. По суточному охвату интернет обошёл телевидение. Но ТВ всё-таки пока не сдаёт позиции. Телеканалы продолжают собирать больше аудиторию по недельным и месячным показателям. Профессионалы уверены – дело в качестве. Видео – это будущее. И телевидение, интернет – это только какие-то этапы. А видео, картинка, она всегда останется. Другое дело, что показывать с помощью этой картинки. И кто будет участвовать в создании этой картинки. А это люди, это художники, это режиссёры, это продюсеры, это ведущие. Это всё равно останется. Потому что блогерство, которое сегодня существует, всё равно отдаёт всё-таки каким-то непрофессионализмам. Несмотря на то, что у каждого современного телеканала есть интернет-платформа, эфирное вещание остаётся востребованным. По телевизору можно больше всего посмотреть, чем в интернете. Более как-то подробно всё объясняет, доступно для любого человека. Качественный контент и большая команда профессионалов, задействованная в общем деле. Это то, что отличает телевидение от других источников информации. Здесь каждый человек – важное звено единой цепи. Это главное СМИ, мне кажется, потому что здесь есть и слово, и буква, и картинка. И вот этот синтез даёт уникальность, которой мы пользуемся каждый день. Всем телевизионщикам я желаю процветания. Телевидение – это тот инструмент, который очень быстро развивается. Конечно, здесь нужно быть всегда на волне. Поэтому оставайтесь на волне и будьте счастливы. А на этом выпуск завершён. Ещё больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.tv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова